Я оттуда, где здоровых парней немало, поэтому было с кем подраться, и несмотря на то, что я был молод, со взрослым я дрался так же хорошо, как и с подростками. Умение драться было не единственным талантом Туевасы. Для выходца из семьи, которая кое-как сводила концы с концами, драки не являлись билетом в лучшую жизнь. Для этого существовало регби. Туевасу ожидало успешное и прибыльное спортивное будущее, поскольку в возрасте 17 лет он был рекрутирован в состав суднейских петухов, команды, входящей в состав национальной регбийной лиги. Но когда его карьера в регби, казалось, была на взлете, то Туеваса узнал, что есть лучшее место для реализации бойцовских талантов, чем улицы. Как-то раз мы собрались с ребятами, и в этот момент по телевизору шла трансляция UFC. Мы сидели с парнями и смотрели какие-то бои, и кто-то из сидячих рядом сказал, «Тай, я думаю, ты мог бы навалять этим парням». Я прикинул, да, я действительно бы это мог сделать. Тогда почему бы мне не пойти заниматься залом вместо драк со всякими ничтожествами, подумал я. Почему бы не проверить себя с теми парнями, которые говорят, что умеют драться? По словам Туеваса, лига регби – это командный спорт, которым необходимо подчиняться распоряжениям, и нет абсолютно никакой индивидуальности. Одно неверное слово в адрес тренера или руководства клуба, и ты на скамейке запасных. Туеваса считает, что в МЛМА все гораздо проще. Независимо от того, одержит он победу или нет, это лишь его личное дело. В случае поражения на него не сыпятся упреки за проигрыш команды. В лиге регби вы должны делать так, как вам говорят, и то, что вам говорят. В боях для меня все гораздо проще, и мне всегда нравится тот факт, что все мои достижения добыты благодаря моим личным усилиям. Таким образом, он совершил немыслимое для многих молодых австралийцев, которые мечтают играть в профессиональной лиге регби, он покинул ее. И в 2012 году дебютировал в ММА. Боец самоанского происхождения на австралийской сцене быстро завоевал репутацию яркого нокаутера, уничтожающего своих соперников в первом раунде. Вскоре Туеваса стал думать, что он в своем роде уникальный, но это было ровно до тех пор, пока в апреле 2013 года его не отправил в нокаут знаменитый австралийский кикбоксер Питер Грэм. В первом раунде Туеваса поджимал Грэма и тяжело попадал по нему, но на второй раунд ему не хватило выносливости, и Грэм сумел его нокаутировать правым прямым. Поскольку этот бой проходил по ограниченным правилам ММА, где нельзя было бить ногами, локтями и коленями, а после 30 секунд в партере поднимали в стойку, поражение не попало в профессиональный рекорд Туевасы. В начале моей бойцовской карьеры я просто выносил всех, и мне показалось, что это легко. Мне не нужно тренироваться, мне не нужно прилагать никаких усилий. И когда я столкнулся с настоящим чемпионом, человеком, у которого больше опыта в профессиональных боев, он надрал мне задницу. Именно в тот момент мне пришлось очнуться и понять, что я все же не так хорош, как мне казалось. Мне нужно упорно тренироваться и упорно работать над собой, чтобы стать лучшим. Тот бой заставил меня резко изменить отношение к тренировкам и всему, что с этим связано. Поражение нокаутом было первым из двух поворотных моментов в жизни Туевасы, которое привело его в нынешнюю команду. Второй случай произошел, когда у Туевасы и его подруги Бриони Педро, сестра бойца UFC в полутяжелой весовой категории Тайсона Педро, родился первенец. Туеваса намерен обеспечить своему первенцу, которого назвали Картер, жизнь лучше, чем была у него самого. Я не хочу, чтобы он рос, как я. Мне дали, как я уже сказал, определенный талант. Если к этому таланту прибавить трудолюбие, то из этого может получиться что-то хорошее. И я знаю, что я должен упорно трудиться, чтобы обеспечить хорошее будущее моему сыну и моей небольшой семье. Это то, что движет мной. Это движет мной по-настоящему сильно. Я не хочу, чтобы он прошел через то, через что прошел я. Так что, если я буду усердно трудиться, я уверен, что у него будет хорошее будущее. Плоды его усиленных тренировок мы могли увидеть в бою против Порошада Колтера, который состоялся 18 ноября 2017 года на турнире UFC Fight Night 121 в Сиднее. Путь к дебютному поединку получился долгим, поскольку почти год после подписания контракта с UFC Туеваса восстанавливался после операции на колене. Для фанатов Туеваса не стало сюрпризом то, что он закончил дебютный поединок нокаутом. Но стало неожиданностью то, что в нокаут в конце первого раунда он отправит соперника ударом колена в пышке. После матчевом интервью Туеваса отметил, что сам не ожидал от себя подобного. Этот удар коленом был неожиданностью для всех, поскольку Туеваса ранее никогда не применял подобную технику. Как раз это и есть плоды его упорных тренировок. Нет, я никогда не отрабатывал этот удар. Я просто отметил, что он наклоняет голову, и я могу сделать это. Я просто увидел и провел этот удар. Туеваса ведет пламенные речи в микрофон после боя, подрабатывает службу социальной помощи коренным австралийцам. Туеваса не живет по шаблонам, как внутри октагона, так и за его пределами. Тот факт, что Туеваса не пошел на компромисс самим собой и бросил выступление в австралийской лиге регби, лишь добавляет ему фанатов в ММА. В конце концов, ничто не раздражает в спорте больше, чем спортсмен, который ведет себя двулично. Но когда дело доходит до боя, у него есть одна черта. Он старается нокаутировать соперника как можно раньше. Все его победы были добыты нокаутом в первом раунде. 11 февраля 2018 года на UFC 221 он победил техническим нокаутом Сериля Аскера. Выступив в UFC всего два раза, Туеваса уже стал потенциальной звездой промоушема. 9 июня он встретился с Андреем Орловским на UFC 225, где одержал победу единогласным решением судей. До боя с Орловским все победы Туеваса заканчивались нокаутом в первом раунде. Незамедлительно после своей победы на UFC 221 в Австралии, Туеваса расположил к себе фанатов со всего мира, выпив пиво из кроссовка на пути в развивалку. Я просто попросил первого встречного дать мне его ботинок и напиток. Я пытался сделать это после первого боя в UFC, но мне не разрешили. Обычно после боев я снимаю футболку и пью в толпе фанатов, а тут я попил из ботинка. Подобный юмор и харизма можно втыть многие двери в ММА, но главный талант у Туеваса в его атлетизме. Свой следующий поединок Тай Туеваса проведет в ночь с 1 на 2 декабря против Джуниора Дасантоса. В его последнем поединке против Андрея Орловского Брюс Бампер объявил, что Туеваса представляет уличный бой. Я услышал это и сказал себе, это даже не боевое искусство. Я думал, что буду драться против мастера-одиноборца, но похоже, это не тот случай. Я бы хотел узнать раньше об этом и однажды у него спрошу. Представляет уличный бой, это просто тупость. Кто дерется на улицах, это даже не честно, это трусливо. Уличный бой это не боевое искусство. Такого вида единоборств просто не существует. Как кто-то может представлять уличный бой, это полная ерунда. Во всех залах по всему миру выступают против этого, против глупых и трусливых вещей. Такого спорта не существует, так что ты не уличный боец, а подлый трус. Те люди, что дерутся на улицах, понятия не имеют, что такое настоящий бой. Приходи в настоящий зал, выйди против настоящего бойца, который надерет тебе задницу. Если этот парень Тай Туиваса действительно уличный боец, именно это с ним и случится. Я надеру ему задницу 1 декабря. Он показал хорошее выступление против Орловского, но это не имеет значения. Я выйду и нокаутирую его. Таков мой план на бой. Я всегда стремлю завершить бой досрочно, и я нокаутирую этого парня. Я знаю, что этот парень любит рубиться в стойке, что упрощает мне задачу. Публика будет поддерживать своего, и мне нравятся австралийские фанаты и их энергия. Я ценю это, но их ждет большое разочарование. 1 декабря их парню надерут зад, и я буду праздновать свою победу. Если они захотят, то могут ко мне присоединиться. Я отдавал ему должное по причине того, что считал его великим бойцом, но теперь он может идти нахер. Наговорить такого из-за слов Плюса Бамбара, можно подумать, он сказал, что я черный пояс или что-то типа такого. Этот стероидный болванчик называет меня трусом? Звучит довольно мелочно с его стороны. Он может говорить все, что угодно. Наш бой состоится вне зависимости от того, кто из нас что скажет. Но услышать слово трус от читера довольно необычно. Надеюсь, он не завалит опять допинг-тест. Продолжение следует... Продолжение следует...